Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. В нынешнее время достаточно тяжело разобраться, что надо делать. И есть большие группы людей, которые отличаются друг от друга, так называемые кластеры. И у каждого человека в этом кластере тоже есть какой-то свой уникальный путь. Но я хотел бы сделать общую такую картинку, по которой приехать может в общем-то любой человек. И может любой человек остаться в стране и преуспеть. Но каким образом, как это построить? У людей слишком много вопросов, слишком мало ответов. И то пространство интернета, которое люди анализируют, оно принадлежит агентам, принадлежит людям, которые, казалось бы, независимы, но на поверку оказываются тоже агентами и субагентами. И каждый преследует свои интересы. Поэтому я как не просто блогер, я как образовательный агент и ваш проводник, друг, который до вас привез сюда тысячу человек, может быть больше, по многим типам виз, но фактически в основном как образовательный агент, я хочу вам написать тот путь, описать тот путь, который сейчас для вас наиболее важен, наиболее нужен, наиболее реален. А не то, что зачастую вам предлагают сейчас. Первое. Вы должны вступить в группу Гагарина. Группа Гагарина это единомышленники, люди связанные одной целью, ту, которую вы перед собой поставили. Приехать сюда и преуспеть здесь, в Австралии. И въехать в страну сейчас, наверное, самое важное. И уж если получится как-то не так, как пошло, чтобы ваши издержки не были большими, чтобы вас не заставили платить тысячи, десятки тысяч долларов, образование, которое является, в общем-то, пшиком. Это сделает вам, создаст такой осадочек в душе и сделает вас какими-то Австралия-ненавистниками. Такие люди, в общем-то, есть, к сожалению. И чтобы этого не случилось, вступайте в группу Гагарина. Вам необходимо поднимать английский язык на основе тех видеоматериалов, уроков, которые есть. Это, безусловно, великолепный рик, но это и Евгений, это другие люди, Дэвид Клэм, допустим. Многие те преподаватели, которые внесли свои уроки в эту копилку, и, несмотря на то, что это является интеллектуальной собственностью колледжа, владелица Неда Моррис делает все для того, чтобы вы учили английский язык и чтобы вы распространяли благую вещь, что есть такой Lloyd's College, который не жадничает и который делает все для того, чтобы вы, ребята, сюда приехали. Необходимо сделать пять недель английского языка за 500 долларов. Обычно это 510 долларов, если платите кредиткой, но кредиткой более удобная форма оплаты. Но вообще 500 долларов, 500 долларов Австралии. Если учесть, что у вас будет как минимум 20 часов в неделю английского языка, это много, это очень много. Это вам будет более чем достаточно для того, чтобы вы смогли не просто достичь нужного уровня английского языка, чтобы вы научились учиться и, в общем-то, немаловажно, чтобы у вас было больше возможностей получить австралийско-студенческую визу, потому что у вас уже будет сертификат об окончании этих курсов. Я бы сделал IELTS на пятерки, на среднюю пятерку. Во-первых, это получает какое-то благоволение от департамента эмиграции. Это легче дает вам визу на курс английского языка, годичные, потому что показывает, что вы уже учили, показывает вашу связь с Австралией, показывает, что вы связаны с этим колледжем. И это дает возможность вам больше, больше вероятности, дает, чтобы вы приехали в Австралию. Я бы обязательно, кстати, в самом начале бы сделал заявку на 48 недель. Это дает вам возможность вступить в Гагаринское братство, но это дает вам возможность развиваться, дает возможность вам сжиться с тем положением, что вы уже одной ногой в Австралии. Но это еще не все. Это то начало, которое бывает, или, скажем так, оно необходимое, то есть оно достаточно, но есть возможности переходить и на докторскую диссертацию, потому что научная деятельность или даже просто без докторской, но исследовательская работа, она дает вам возможность записывать это в свои референсы. И такие люди пользуются большей популярностью среди работодателей. Работодатели более в вас заинтересованы, потому что это другой аспект вашей деятельности. И он показывает вашу, кстати, коммерческую ориентацию тоже. То есть эти работы, они же рекламируют и работодатели, эти работы рекламируют и учебные заведения, поэтому это очень хорошо публиковаться. Это дает возможность вам понимать материал, потому что вы перелопатите достаточно большое количество информации. Вы, кстати, изучите английский язык, причем в той терминологии, которая вам нужна для работы. Это значительно повышает ваши шансы на получение работы. Работа – это очень и очень многое в нашей жизни, если, может быть, почти что и все. Вы, я бы рекомендовал вам поднять уровень вашего оборудования. Те, у ребят, у кого нет высшего оборудования, получить его, те, у кого оно есть, довести до уровня как минимум 5-6 лет обучения, то есть специалитет или магистратура. Почему? Потому что это одно из требований, одно из условий того, чтобы вы имели возможность подаваться на докторскую диссертацию. И докторская диссертация – это ваша путевка в будущее. Мы еще как-то будем на этом останавливаться. Да что греха таить? Мы об этом говорим сейчас достаточно часто. Это не так легко. Но то, что мы сейчас делаем, это мы делаем для того, чтобы у вас были такие возможности. Я бы работал по специальности. По крайней мере, у меня бы были такие документы. Но, наверное, я бы работал. Понимаете, за ваш заработок в 100 тысяч рублей или в 60 тысяч рублей – это всего лишь 40 тысяч рублей разницы после налога. Хоть он небольшой, но все-таки это не так много. Но работая по специальности, вы резко увеличиваете свои миграционные возможности. И вы приближаете себя к академической карьере тоже. Вы выглядите очень солидно. Люди, которые работают по своей специальности, к тому же это если высшее образование, и вы работаете по специальности диплома, вы входите в когорты тех людей, которые являются профессионалами. При некотором рвении вы можете получить 858 визу и въехать как Global Talent. Но это не так легко. Жизнь наша тоже не такая легкая. И даже если вы въедете потом в Австралию каким-то образом, просто на курсы английского языка, надо двигаться дальше. Вы же не можете остановиться. Ну хорошо, вот я в Австралии. Что дальше? У меня много сейчас людей в Австралии, но они тоже задаются вопросом, ну а что дальше? Да дальше надо жить и бороться за свое будущее, побеждая таких же, как и вы. Необходимо подаваться на докторскую диссертацию. Это, ребята, это класс. Во-первых, это сейчас, по крайней мере сейчас, это недорого. Это может быть чуть больше 18 тысяч долларов в год. Ну 20-24 для кого-то. Но, ребята, у вас разрешение на фулл-тайм. Вам гарантированно дают учебные часы, которые вы преподаете, а это 500-800 долларов в неделю, которые вы зарабатываете. Это очень солидные деньги. Особенно сейчас. Если Австралия откроется, если начнется наполняемость университета высших учебных заведений, камон, это очень хороший день. Вот тогда у вас засветит луч света. Да так ярко, что это будет фактически вашим прожектором. Прожектором, показывающим вам дорогу в будущее. Но когда вы сюда приедете, вы просто устроитесь работать по специальности. Вы в этом случае будете и преподавать. Это необходимые условия, которые университет вам обеспечивает. В том числе и в стенах, помогу себя. Я всегда буду оставаться с вами. И в этом случае, вы знаете, после завершения докторской практически все наши доктора остались здесь. Мне сказали, что были случаи, да, были случаи, когда люди делали докторскую и докторскую в рамках сколковской программы, когда за них платило государство российское, была обязанность вернуться на, по-моему, на 3 или на 5 лет к себе домой. Такая же программа была в Казахстане, был шаг. Но, но, ребята, это когда вы не платите деньги, когда вы вообще в шоколаде. Кстати, 3-5 лет пройдут, и после этого, ну, после этого вы знаете, что вы будете делать. То есть вы вернетесь в эту страну. Что касается тех, кто платит, кто платит за свое обучение, у тех все просто. У них есть возможность остаться, есть возможность преуспеть. И знаете, я более чем уверен, что вы эту возможность не упуститесь. Правильно? Ведь вы находитесь на этом канале ради этого.